Ну что ж, сегодня смотрите, какая простая, скромная картинка у меня на столе. Сегодня готовим суп, который я готовлю, когда мне вообще лень что-либо делать. Ну, знаете, бывает такое, прибегаешь с работы домой, такой думаешь, е-мое, есть надо. А что же приготовить-то, да фиг его знает. Ну, давайте, что из того, что было. Значит, у меня овощи, у меня хлеб, бульон и спонсор Starwind. Блендер для большой семьи, ну это, вернее, не блендер, больше окутер, двухэтажные направляющие ножи. Ну, в общем, штука удобная, если вы готовите что-то большое. Поэтому и я сегодня буду его использовать для приготовления супа. Кастрюльку сразу же разжигаю. Смотрю, чтобы не было там жидкости. Если я в жидкость налью масло, оно потом как начнет. С вами наверняка такое случалось. Не дай бог более этому происходить. Значит, картофан режу, в принципе, произвольно. Хлебушек пока откладываю, он мне понадобится чуть позже. Лук. Чеснок резать не буду и разрезал напополам. Морковь. Так, пока что то, что есть, отправляем. О, шкварчит. Делаю все в одной кастрюльке, чтобы, знаете, не запариваться. Я же сказал, супец быстрый, но максимально вкусный, вот какой только можно себе представить. Морковку туда же. Не забываем помешивать. Сельдерик корень я не стал брать, а взял стебель. Так, некрасивые в мусор или в дегидратор. Чистая овощная тема. Значит, просто овощи. Просто обжариваются в одной кастрюле. Как только пошел вкусный аромат. Мы понимаем, что не надо там жарить до коричневого, чтобы потом у вас суп стал такой, знаете, с румяным оттенком. У меня варил курочку недавно. Бульончик остался. Дрожалка такая получилась. Вообще, я говорил не раз о том, что бульоны, ну какой-либо бульон, рекомендуется держать в холодильнике и всегда. Видите, просто обжаренные овощи, плюс куриный, там, рыбный, мясной, свиной, говяжий, бараний бульон. Много не надо, только, вы знаете, чтобы овощи утонули. Все овощи утонули. И теперь мы их варим до готовности. Не забывайте, что у нас здесь должен быть перец для ароматизации нашего прекрасного супа. И, конечно же, соль, которую я, кстати, добавлял в бульон. И поэтому нужно попробовать, потому что можно так переборщить. Вот так, немножко добавим соли. И пока у нас суп доваривается, вернее, овощи, нужно сделать гренки. Ну, потому что какой суп без гренок? Во-первых, у вас всегда есть, ну, наверняка у каждого, черствый хлеб. Его всегда можно отправить на гренки. У меня он только-только подчерстел, поэтому и чиабатта имеет свойство такое. Когда ее начинаешь обжаривать на каком-нибудь оливковом масле или сливочном, Алиса, хватит, чиабатту, когда начинаешь обжаривать, она возвращает свое первозданное, вкусное, хрустящее. Так, сковорода у меня нагрелась. Отправляю сюда греночки. Ну, вернее, сейчас они еще пока что кубики чиабатты. Что-то я все время гламурничаю, на самом деле мелкие куски тоже туда же. Жарить я все это буду на сливочном масле. Потому что на сливочном масле любые гренки, любой хлеб получаются в 100 тысяч раз вкуснее. Сразу же, оп, начинаем перемешивать. Каждый кусочек, никто не выпрыгивает. Каждый кусочек должен обваляться в масле. А вы знаете, что я иногда делаю? Если вдруг у меня остается хлеб, и я понимаю, что я его не смогу съесть за два дня, и он у меня точно зачерствеет. Я нарезаю кубиком и жарю на довольно большом количестве сливочного масла. Сливочное масло проникает, удерживает влагу, и каждая гренка остается мягкой в течение двух суток. Ну, а потом вкуснее же жареные греночки кушать на масле, чем просто у вас будет какой-то черствый хлеб, и вы потом будете мучиться и думать, что же с ним сделать. Чуть-чуть соли. Все, убираю гренки. Значит, а из супа мне нужно выловить лавровый лист. Теперь полностью отваренные овощи. Как вы уже поняли, нужно всего лишь выложить вот в такой кутер. Почему в кутер, а не в блендер? Для такого рода супов я всегда рекомендую использовать кутер, так как он не измельчает овощи в пюре. Мне здесь пюре не нужно. Мне нужно, чтобы осталась фракция, чтобы остались кусочки, чтобы когда вы ели суп, вам напоминало о том, что это все-таки суп жевабельный, но и часть превратится в пюре и затянет его, сделает более густым, да, и более плотным. И он получится не пюре, но и не борщ, например. Теперь сюда нужно отправить буквально несколько движений. Я возвращаю в кастрюльку суп обратно. Вот посмотрите, какой он. Видите, какая текстура у него. Теперь нужно сюда добавить сливок. Смотрите, у меня кастрюля 2,5 литра. Вот до сюда. Значит, примерно 1,2 литра у меня тут объем. Вот на литр 200 мне нужно добавить полстакана сливок, ну, то бишь, миллилитров 100. Много не добавляйте, потому что у нас еще там будет сыр. Но не просто сыр, а плавленый сыр. Сливки нужно довести до кипения. И смотрите, чем хорош именно этот суп. Тем, что когда мы картошку пробиваем слегка в блендере, но не в пюре, то у нас крахмал, во-первых, делает суп густым по вкусу и плотности, а во-вторых, крахмал не дает отслаиваться сливкам. И все, как только у нас кипнул наш прекрасный супец, добавляем сюда 3 столовые ложки с горкой сыра. Это плавленый сыр, но у меня он здесь с беконом. Можно взять любой с травами, с чесноком, какие бывают с грибами, можно взять обычный. И по сути, мне уже не надо его варить дальше. Мне нужно его лишь домешать, чтобы сыр, плавленый сыр расплавляется моментально. Чтобы он разошелся, все связал, сделал суп. Знаете, такой у него кремовый аромат сливочный, такой вообще божественный. И кусочки овощей, и морковка там, если в пюре пробьете, суп будет такой непонятного оранжевого цвета. Не яркого, а такой очень тусклого. То, когда вы разбиваете не до конца, то получаете картинку совсем иную. Морковка какими милыми штуками такими плавает. У меня же есть в кастрюле курица от бульона. Не забывайте набросать курицу сюда. Не морковка единая, это жив человек. Курочку заливаем сырным супом. Лейте до краев, потому что это все будет съедено до самого дна. И тарелка еще языком вылизана. Гренок не жалейте. Не забываем все это посыпать зеленым лучком. Лето же на дворе, лето. Зеленушку обязательно используйте. Ну что ж, я быстро пробую. И отчаливаю. Пальцы бери. Если варить на рыбном бульоне, можно сюда крабовое мясо добавить. Крабовых палочек. Можно рыбку какую-нибудь покрошить. Люди, используйте крабовые палочки. Я знаю, что вы их любите больше, чем мою еду. Но вот этот суп классный. Делается в 3 секунды. Результат классный. Вкусный, интересный. По консистенции подойдет для любого слоя населения. Начиная от детей, заканчивая стариками. Если заморочитесь, можно из этого блюда сделать авторское. Там красивую нарезку. Там определенный вид сыра более дорогой, а не дешевый, как использовал я. В общем, на ваше усмотрение. Я вам даю идею. Вы ее используете. Хотите, что угодно. Можете добавлять туда уксус, соль, перец, сахар. Не знаю. Главное, чтобы вы развивались с точки зрения гастрономии. Потому что с каждым моим блюдом вы становитесь, знаете, более творческим человеком. Вы начинаете разбираться в еде. Вы начинаете ценить еду. А я от этого получаю огромное удовольствие. Потому что я что-то хоть вложил вот в вас. Такой маленький росточек. И вы стали чуть ближе и вкуснее для себя и своих родственников. До новых встреч, господа. Субтитры создавал DimaTorzok